Дорогие друзья, нас собрала в этом зале память. И не случайно слова о памяти предупреждения, вот уже почти 30 лет, это девиз научно-просветительного центра «Холокост», который мы создавали с Михаилом Гефтером, замечательным философом-историком, заявившим, что не бывает геноцида только против одного народа. Геноцид всегда против всех. И стоя на этой трибуне, я думаю о моих друзьях и коллегах, занимающихся историей Холокоста и одновременно в школах России, в их университетах, на местах, где были уничтожены евреи, хранящих память о тех людях, которые по национальности армяне, как Михаила Копян, который ежегодно проводит в Минеральных водах церемонию, посвященную жертвам Холокоста, как моих коллеги в Российском государственном гуманитарном университете, где мы как раз после того, как в 2015 году здесь я впервые побывал, именно в этом здании, на конференции, посвященной проблемам геноцида, возникла идея создания первого на постсоветском пространстве центра изучения истории Холокоста и геноцидов. И первая наша программа – это была подготовка архивистов, которые могли бы изучать проблемы геноцида христианских народов. Совершенно справедливо здесь было сказано, это одна из тем, которую мы читаем, присутствующий здесь профессор Нагейн Раевский является один из лекторов первой в России магистрской программы «Политика памяти. История Холокоста и геноцидов», которая реализуется на факультете международных отношений Российского государственного гуманитарного университета. Однако странно, что среди уже двух наборов, сейчас готовится третий, нет не просто ни одного армянина, нет никого, кто захотел бы заняться проблемами истории геноцида армян и христианских народов 2015 года. Есть езиды, мы изучаем геноцид в Руанде, мы изучаем геноцид в Югославии. Я разговаривал с одним из ваших коллег и получил такой интересный ответ на этот вопрос, почему не идет армянская молодежь, а у нас только в РГГУ на многих факультетах там десятки армянских студентов, а просто в наших семьях, в нашей третии. Мы так много об этом слышим, мы так много об этом знаем, что еще это изучать. Вот поэтому и происходит то, что противодействие признанию геноцида армян, активная деятельность Турции, которая именно образовательные, исследовательские программы, анализ архивов, в том числе российских архивов, по ним выходят книги. Мало издать трехтомник, это замечательно то, что есть. Нужны учебные пособия. Я хочу здесь, пользуясь случаем, передать Союз Армян России, только что изданное нашим университетом, пособие «История Холокоста и геноцидов XX век». Самые большие разделы – это то, что посвящено геноциду армян. И мы впервые сделали попытку по-новому посмотреть, а автор этого раздела – это как раз ученый из Еревана, Армянуи Гамбарян, посмотреть, что общее особенное в Холокосте и геноцидах, что общее особенное в признании и отрицании этой темы. И вы знаете, очень важно, когда как раз в 2015 году была эта конференция, тогда госпожа Панфилова, она была полномочной по правам человека, сказала очень важные слова о том, что слово «геноцид» стало расхожим. Очень много говорят такой ложный геноцид. Происходит банализация этого термина, как в свое время происходила банализация и преуменьшение Холокоста. Давайте обратим на это внимание. Есть великая трагедия XX века – геноцид армянского народа. И через четыре дня еврейские общины будут отмечать день памяти жертв Холокоста и героев сопротивления, приуроченного к восстанию в Варшавском гетто. Один из уцелевших, руководитель этого восстания, вспоминая пылавшее гетто, он вспоминал также и людей. Рядом со стенами гетто крутилась карусель, и там люди с карусели, катаясь с детьми, смотрели на горящее гетто. Мы не должны смотреть на горящее конфликты, мы не должны быть равнодушными, потому что равнодушие и приводит к другим геноцидам. Но термины очень важны. Было замечательное выражение, многие ученые это знают, о терминах не спорят, о терминах договариваются. Сегодня, может быть, термины нужно обсуждать, дискутировать, не давать политизации того, что уже вошло в историю, что прекрасно известно ученым. И мы должны думать о совместных образовательных программах, как многое мы могли бы сделать. Когда я в 2019 году в Ереване на международном форуме общался с армянскими коллегами, я предложил такой маленький опыт использования преподавания темы Холокоста, и замечательный музей геноцидов. Почему бы не создать международную школу подготовки преподавателей для школ и вузов по этой теме, через которую прошли бы многие российские педагоги. Если первым действием будет участие в этом преподавателей Москвы, вузов и школ, я думаю, это будет наш первый вклад в сохранение памяти о тех жертвах, ради которых мы сегодня собрались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!